Удача улыбнулась жителю Тамбовской области в минувшие выходные. В ходе 222-го тиража жилищной лотереи, посвященную Дню Защитника Отечества, он стал обладателем выигрыша в размере 18 миллионов 97 тысяч 968 рублей. Вы вдумайтесь, какая цифра! Но кто он, где живет, сколько ему лет, об этом нигде не говорится. Новый вид сексуальных извращений зафиксирован в Северной Ирландии. Однажды жители одного из домов обнаружили перед дверью непонятного происхождения лужу очень подозрительно знакомого содержания. Они установили видеокамеру и обнаружили, что за последние полгода их почтальон Дэвид Кэмблин трижды нападал на почтовый ящик и совращал его, засовывая свой член в щель и мастургируя. Полицейские допросили его с пристрастием и выяснилось, что 17 лет, прожив счастливым в браке, мужчин сам не может объяснить свой поступок. Был наказан, оштрафован, но нашей России такие почтальоны не грозят, потому что почта России и так всех имеет. Всем салют! Сегодня мы начнем такую рубрику, как рекомендованные видео Ютуба. Первое, на что я сегодня обратил свое внимание, видео под названием «А ты смотришь котиков?» Котики онлайн. Я люблю животных, мне нравятся кошки, но мне кажется, это перебор. Это, ну, со всем людям, наверное, нечем заняться. Ну, коту делать нечем, вот он и яйца лежит. Совершенно верно. Едем дальше. Ну, и полный пипец, так сказать, заключается где? Топовый канал, на котором более 4 миллионов подписчиков, но, как называется он, говорить не буду, показывает контент следующего характера. Ютуберы угадывают порноактрисы. Я, конечно, понимаю, что рыбак рыбака видит издалека, да, но мне кажется, большинство аудитории данного канала – это дети. К 14 годам они могут потерять зрение. Может ли человек испытать огромную радость после укуса змеи? Оказывается, может. На севере Израиля есть город Хайфа. И вот житель этого города, 35-летний мужчина, захотел справить нужду. Только он пристроился, начал делать свое дело, отход не возьмись, появилась змея и тяпнул его за пенис. Мужчина испугался, обратился в неотложную помощь. В шоке от всего происходящего он потом испытал огромное облегчение, когда медсестры сказали, змея не ядовитый, несмотря на свои устрашающие размеры. Ну и после проделанных манипуляций с его пенисом мужчина получил несравненный оргазм. Музыка Музыка Музыка